Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами вновь Каспер, с вами вновь Дота 2.рухаб И мы продолжаем смотреть AMDL Team Spirit против Elements Pro Gaming Решающая пятая карта Стадия драфта на ваших экранах Все те же герои, вообще ничего не меняется Просто, блин, новая мета, пацаны Как же это круто, как же это круто Видеть пять карт подряд одних и тех же персонажей Офигеть! Блин, это суперстратегия Обмазался пятью рандомными героями Пошел играть в Доту Ну, ладно В общем, смотрим Doom Bane У Team Spirit У Elements Oracle Tusk Silencer Я даже не помню уже, у кого все эти персонажи были Они периодически меняются Переходят от одной команды к другой Если тут где-то информация обновилась, например То я вам смогу сообщить Кто на чем играл Да, ну, вот, собственно говоря, я все и вижу Ну да, Team Spirit уже с Bane две игры сыграли Одна игра также была сыграна и Element'ами Силенсер у нас тоже уже фигурировал Один раз играл он только за Team Spirit уже Ну, ладно Мне вообще новый Doom весьма импонирует И Void! Где Void? Я хочу Void'а Все, на Void'а я бы посмотрел Пока что это Windranger Которая у нас была или не было ее? Нет, кстати, VR-ки Сегодня, кажется, еще не было Да, судя по таблице с результатами Действительно, VR-ка сегодня отсутствовала Хотя... Нет, нет, не было, не было ее сегодня Точно Вич-доктор Окей Все, тот же Вич-доктор Все, так же ничего интересного Ну, это у нас получается что? Это получается Керри Сайленсер Ну, может быть, он в миде, правда, будет стоять Не знаю У нас такие тоже варианты были Так, тут какой-то автор муви по трекмани Надо будет заценить О, Свен! Вот это уже интереснее Ну, мало того, что он у нас уже был в банах На этом турнире, хотел сказать В этой серии Но, хотя бы в пике поглядим на этого персонажа На его использование Пока что Свена в БКБ здесь действительно останавливать нечем А БКБ у него появится рано или поздно Конечно, каски Штука весьма неприятная И на первых парах, возможно, будут проблемы На этой почве Но Во всем остальном Свен тут реально выглядит Миленько Ну, просто потому, что Все кнопки он может нажать заранее Зайти в замес Нажать потом БКБшечку И всех развалить А будет глобал или не будет Ему реально пофиг Так, ушел у нас Эмбер Спирит Ушел у нас также Лич Хотя вот Эмбер Спирита Было чем ловить У Тим Спирит Но не знаю Почему они решили от него избавиться То есть там и Верка с шоколшотами И Бэйн И Дум какой-нибудь Могут Могут устраивать неплохие Западни Да, ну и последних 12 секунд На выбор героя для скрина Где вообще там Квопы все вот эти Делись Куда они Все пропали Ну, у нас появляется Тинни Офигеть Сейчас бы Действительно пикнуть Тинни На пятый пик Против Свена Да, вот тоже хороший вопрос задают Почему вдруг перестали брать СФ Не, ну С СФ там есть Одна замечательная история То, что Ему сейчас намного сложнее Формить стаки Поэтому такой халявы На Шадуфиндее сейчас И нет Но если сильно заморочиться То Со стаками этими Можно еще как-то Повоевать У нас Дазл появляется Тот самый Дазл Про которого я вспоминал На прошлой карте Горел Мол Ааа Как же так Почему не беру Дазла Это же супергерой Типа подсейвил И все замечательно И ты Ты молодец Но Мои молитвы были услышаны Вообще Мне Больше пик нравится Наверное У Тим Спирит Единственное Что может поломать Немного Игру Это Глобал Именно Дракун Может очень серьезно поломать Потому что Свену С одной стороны Вроде бы пофиг Но там еще есть Несколько героев Которым как раз Кнопки нажимать Достаточно важно Все тот же Дазл Все тот же Бейн Все Поехали Начнем с небольшого представления Как это обычно бывает Начнем с команды Элемент И Скрин На Вич Докторе Генерал Тини Гуд Гейм Он же Йоку У нас Играет на Тусике Или Дан Сайленсер И Кингер На Оракле Ну и собственно Команда Спирит Автерлайф Дум Габлак На Бэйне Айсберг Виндрейнджер Рамзес 666 Играет на Свене И Луизу на Флай Дазл Дазл Блин какой же он офигенный Это Дазл И у нас Первое же Отваливание Из игры Да Да Ну будем надеяться Что это не прелести Дудоса Как у нас тут уже ходили шутки Смешные очень Что на пятой карте бы Да играть ее хорошенько За 8 минут Как это было Во всех предыдущих матчах Да Кстати Кстати Там еще идет БТСовский Европейский Дивизион турнира Там играют Старки И фантастическая Пятерка И Там у нас Майл вместе с НС Стримируют Так что вы тоже можете Туда подключаться Это на нашем Канале на Твиче Дота 2.рухаб Но Если вы здесь То можете оставаться Здесь И все такие Блин Пойдем смотреть на другой стрим Этот Азоба Он задолвал Нет 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 Не нужно так делать Все так интересно Посмотреть чем это все Закончится Пятое решающее А войс команды Действительно покажут Какую-то интересную Доту А не Непонятный Махач В папочке Ладно Вернусь пока К ответам На разные вопросы Из Твиттера Аля Расчехлись Успокойся Веди себя По-человечески Нет Нет Это все Не про меня Это все Отнюдь Не про меня Так Тут говорят Про всяких Ченов То что И было бы Неплохо Посмотреть Да я Уверен Что Некоторые Команды Возможно Попытаются Подготовить Этих Необычных Героев Просто Для того Чтобы Удивить В один Прекрасный Момент Я уже Говорил Я вообще Писал на тему Тренировок То что Действительно Очень важно Уметь Расширить Свой пул Героев Нужно Чем больше Игроков Владеет Чем больше Количеством Героев Тем больше Вы Количество Стратегий Можете Качественно Использовать То бишь Не просто Сидеть Там в кс Катать Или задрачивать На каком-то Непонятном Персонаже Ну Все Те же Папчики А Действительно Вот ты Сидишь Смотришь Так Эмбер Спирит Неплох Эмбер Спиритом Неплохо Было бы Научиться Играть Ну вот Как это Было Например Пару Патчей Назад Ты просто Садишься И там 10 20 30 Игр Если ты Достаточно Высокого Уровня Игрок То Тебе не Составит Сильного Труда Научиться Хотя бы Каким-то Азам Довести Вот эти Там Мансерские Моменты Или просто Какие-то Тайминговые Вещи До Автоматизма Там За 10 20 30 Игр За 50 Игр Это будет Не так Тяжело Да Кто-то скажет Блин Ну это же Там Играть На Дом Героя Это работа Это работа За которую Люди Получают Бабулес Причем В большом Количестве Нынче Дотеры Получают И Тем не менее Могут играть В КС На тренировках Там В Осу Не ну Осу норм Потому что Вроде как Ты там Кликаешь Что-то Раскликиваешь Реакция И все Такое Это нормальные вещи И КС Подобные вещи Тоже Раскликиваются Но Я говорю Про вообще Другие игры А тут Ладно Тут у нас Начинается игра У нас вернулся Вич Доктор У нас Добла на Доблу Пока что в центре У нас Лиданца Скрином Противостоят Айсбергу И Флайу У нас В сложной Своей линии Стоит пока что Один Габлак Но Недалеко там Затесался Автерлайф На Думе И Кингер Уже Получает Весьма Плотные подачи От Габлака Габлак понимает Что он намного Мощней 560 хп И две брони У Оракла И тут Четыре единицы Армора И 650 хп Это конечно Серьезная разница Плюс еще Подошел Дум Который трешку брони Накидывает И Оракл Выглядит тут Совсем конечно Вяленьким В миде В миде Вообще Нападать Чисто теоретически Могут Например Ребята Из Элеменс Но Какого-то надежного Фиксирования Пока нет Без него Два ренджевика Конечно Они могут Навалять Но без этого Фиксатора Будет тяжеловато Пробить на Фулл хп Так Ну и Тусик Против Свена Уже Было У нас Подобное Стояние Это был Тинни Против Дум Окажется Когда Никто Никого Теоретически Не должен Был убивать Но Дум В итоге Дважды Чпокнул Своего Оппонента Возможно И В этот раз Мы видим Нечто Подобное Но Пока Ничего Такого Не предвидится Пока что Ребята Просто Формят И 10 2 Вернее Даже 11 На 2 У Тусика Пока что Лучше Крипстат Так Ну у нас Что там Мид Вылазка Или Нет Нет Флай Сворачивает Флай Очень мало Здоровья Можно Серьезно Подставиться Под Саленсера Ну и Пришел Бейн В центр Будет ли Попытка Забрать В итоге Перебрасывает Пока Слип Друг на Дружку Закидывается Яд Нужно Скидываться По Плюхандрику И Скидываются По Плюхандрику Флай Залез По Тауэр Но Тут Все И так Понятно Это Было Вполне Хорошая Мера Для того Чтобы Забрать ФБ Ну и Сам Он Тут Тоже Не Погиб Естественно Так что Пока У Темспирит Начало Выдалось Чуть Получше Ну естественно Феррусблат Все дела У нас тут еще Дум Бычет Весьма Основательно Хотел Оракла Загореть Ну вообще Если у него Был там Уровень Чуть побольше Четвертый Пятый Может быть Пошел бы дальше Да Туск продолжает По прежнему Стоит Спокойно Крепится Видимо Еще И Свена А пока есть Умудряется Ну и Вообще Такие Последствия Ну Такие Вещи Могут иметь Очень неприятные Последствия В дальнейшем Так у нас там Оракл забирает Дума А где Вообще Дум был Куда он Вообще Полез Почему Тут Умер Не знаю Ну ладно Это в любом случае Странно Так вот Сильно Раскачанный Туск Может быть Очень опасен Да Конечно Свен Вдвойне Страшней Но Свен Останется Еще фармить Некоторое время А Туск Уже пойдет Воевать Скорее всего Ну и собственно Куда он там Отправляется У нас Пока он Просто Отправляется С линии Не особо В курсе Где Находится Пара человек С команды Спирит И нужно Держаться Поосторожнее А эти люди Пока подходят На Мидл Я говорю Естественно Про Верку И про Кто-то у нас Еще Даззл Да Ну тут Немножечко Касочками Пробивают Конечно Такие Нападения Они Ничем Летальным Закончиться Не должны Разве что Скрин Сам Подставится И Тогда Верка Через Шиколшот Например Развалит Да Ну и Еду Мы видим Вместе с Бэйном Пошел На Отводики Отжимать Тинни Пока Просто Между Творами Тоже Крипчиков Держит Повоевать Пока Не может Пойти Хотя Чисто Гипотетически Наброситься Мог бы Быть Резон Тем более Что Дэмэджа Берста Тут Должно Хватать Ну у нас Тут Свен Не слишком Обоснованно Быкует Да Конечно Молодец Он Много Крипов Подобивал Но Подвышки В соло Воевать Сейчас Может быть Для него Крайне Опромечено Давайте Поглядим Пока Что у нас Там По Нет Ворсам У нас Пока На первом Месте Виндрейнджер И Опять Погибает Дум Опять Он погибает Где-то В этой Локации Может У него Медом Намазано Что он Постоянно Там Мрет Пока Не Совсем Ясно Да Это Это У нас Уже Вторая Кажется По Пассивности Игра Хотя Я Опять Могу Начервить Габлак Еще Пару Плюшек Но Мана Ни на что Не оказалось Возможно Так Дум Пошел Атаковать Хотя Что бы Он Ему Сделал Этому Тиннику Ну да Слишком Мало Было Вариантов Так У нас Айсберг Еще Один Пауэршотик И Уходим За Рункой Ок Вичдоктор Как там С левелом Дела Вичдоктор Тоже С уровнем Дела Обстоит Хорошо Видим Буду Рестарейшн Для того Чтоб Миди Ставилась Иллидана Чуть Получше И Иллидан Главный Вопрос Итем Билд У Сайленсера Потому что Есть Несколько Возможных Этих самых Итем Билдов Это Может Быть И Родофатоз Это Может Быть И Какой Нибудь Я не знаю Кто там Может быть Барабаны Вообще Какие-то Просто На плотность Пока В общем Вариантов Еще Очень Много Так Саленсер Продолжает Пока Крипится Против Верки Верки Немножечко Обходит По Крип Стату Может Показаться Что Прилично Но По деньгам Хотя Нет По деньгам Это тоже Более-менее Неплохо Вырисовывается В 600 Золота Все-таки Фраг Есть На счету Айсберга Чем Саленсер Похвастаться Не может Там ни фрагов Ни ассистов Пока нет А вот Кстати И Первый фраг На Туське Я пока что Кажется Вообще Все фраги Пропустил Которые были Да Свен все-таки Смог его забрать Но Не без Чужой помощи Потому что Там еще И Бэйн Подтянулся Да Вот он Кстати Выход от Бэйна В мидл Готовится Должен быть Шекл Наверное Будет вообще Шекл А почему Шекла не было Ну Бэйн бы просто На ноге вышел И там Заслипал И не знаю Брэйн цапнул Ну ладно Даззл Даззл Тоже такой Достаточно Дерзкий Пока далеко Выходил Но Успел Вовремя Одуматься И Убежать На базу Верка Иди Нападай Че ты Этот Стесняешься Но Сейчас Правда Будет трудно Инвиза Поэтому Скорее всего Желание напасть Обостриться Ну Там говорят Что Тим Спирит Единственная команда В европейском регионе Которая пикала Свена В этом патче Да Сейчас Много героев Которых ты Просто возьми Пикни И Могут Ну Этот герой Может выстрелить Особенно Если он редкий Свена Конечно В прошлом патче Вроде брали Вот опять же Фраза В новом патче Она немного смущает Потому что Старый Это был Буквально Несколько Дней назад И Пока еще не привык К восприятию Этой информации Потому что Вспоминаю Что Свенов Было достаточно Большое количество В предыдущем Как раз таки Патче Да У нас пока Просто Сайленсер Фармит Крипчиков Лисон Замечательный вид Просто Потрясающее Зрелище Можно было бы дать Я не знаю 10 тысяч на развитие Пацанам Просто Чтобы они Не фармили Все это время Не стеснялись Да Ну пока еще Десятая минута Мы идем 2-2 И Если так будет продолжаться Естественно Игра будет заходить В лейт А в лейте у нас Какие есть варианты Давайте подумаем В лейте вариантов У Элеменс Не знаю Честно мне кажется Совсем не густо С Думом С Веном Вейном Веркой Вообще Воевать Будет тяжеловато Конкретно этим набором героев У Элеменс Поэтому если они хотят Закончить эту игру Им придется заканчивать Минуту через там 10-15 Как это обычно было У нас еще одно нападение В этот раз напали на Виндрейнджер На верхней руне И не дали ей забрать Аркейн Рунку Хотя Может быть еще отпустят даже Да Вроде бы улетает Правда Тут приходит Тинни С Тосом Эволенчем Залетает также моментально Дум Валидана Еще одни Касочки От скринан Тут уже слишком много Крипчика Поэтому каски Улетают просто В неизвестность Еще одно Вбрасывание Да ладно Кингер делает фраг Но его тоже тут убивают Дженерал Есть у нее кстати Эволенч На разворотике Можно насыпать По двоим Или по троим Да Двое насыпаны Или обсыпаны Или Назвать как хотите Но Драка получилась Забавная Да И в итоге Все очень ровно И по деньгам И по экспе По разнице Потеряли там Верку Дазла Здесь Саленсера И Оракла Которые По ролям Были Весьма похожи С депен и творсом У них там Вроде уже Все не так Такая большая разница Хотя Неплохая разница Там Две семьсот И четыре сто Так Мне буквально Секундочка Нужна Подожди Подождите Все Возвращаюсь Ну и что Смоук Видимо Или не смок Или просто Пойду на ноге Сейчас наглую Пытаться выходить Убивать Виндрейнджер Сейчас бы Сейчас бы Свена Ударить Валрус Панчем В 2015 Просто так Туск Туск И что В лес Еще в миде Типа гречи Типа гречи Ну да Ачив Виндрейнджер Прячется Вещдоктор Хорошо спрятался Должен отсюда улететь Также Туск Подбирает нас Рунку И Пытается убежать Ну вот Хоть Наконец-то Начали Немного шевелиться Тим Спирит В конце концов Такс И Я так понимаю Почти готова Мека У Туська Да Но почти готова Еще не готова Тут уже начинается драка Мека могла бы пригодиться Габлачка Сдувают И надо продолжать Надо продолжать Замес Нужно идти дальше Драться Да Тут должны Также убивать Еще и Рамзеса Он конечно Воюет Но Воевать ему Осталось совсем Недолго Ну и все И это еще и вышка И вот Теперь Потихоньку Полигончику Вырисовывается У нас Лидер Да Сейчас еще по деньгам Немного отстают Элемент Но Из-за последних Последней пары действий Возможно Экономическое положение Должно было Подшатнуться немного Ну так и есть Так и есть Вот вели полторы тысячи Спириты Теперь они проигрывают Пятьсот золота Ровно та же ситуация И с Оптом Тут еще идти Не пошел Внизу Пытаться вышку забрать И Мека готова Также у Тусика Теперь можно Драться еще более эффективно А что там получается С Меккой С Меккой получается Только молоток Разве что какой-то Будет там еще более-менее Урон наносить Потому что Сплэшу Свена в качан Только в единицу Так а когда у нас будут битвы за Рошана то Ребятки Возможно прямо сейчас мы увидим Хотя бы одну из них Смоук есть Ворды Вроде бы были Да Ворды есть Все есть Нужно идти Нападать Так у нас тут первого же нашли Этим первым оказалась ФРка Моментальный глобал Вот А кстати без глобала Может быть стоит подраться Может быть стоит сделать Байбэк Не знаю Виндрейнджер И пойти Попытаться отвоевать Эту эгиду Да продолжает Укрепляться Экономика Рэйдент И после падения Этого Таура Она станет еще жестче Так тут Бэйна Увидели Или нет еще Вард Ой хорошие шарды Но Где же Ну почему Никто не идет драться Ну типа Вас тут много Вернее все Да Противника тоже все Ну ладно Может быть просто Пока не готовы Морально Немного повоевать Но Могут сейчас пойти И Сами спирит Попытаться подраться Да Ну вот мигает то Что на топе Еще есть халявная вышка Тир один Это действительно так Это еще немного Лишних деньжат Что у нас по Суммарным Творцам Но разница совсем Маленькая То есть там 800 голды Между Тинни И Веркой 200 там Или 150 Даже между Думом и Тусиком Даже сотни голды Нет между Свеном И Саленсером Ну и вот оно Первое будет Столкновение на Рошане Судя по всему Да у Рошана Очень долго убивает Поэтому Можно будет еще Очень серьезный ветер Устроить здесь Глобала Правда пока что нет Глобал появится Через 23 секунды Но до этого момента Можно пойти еще немного Повоевать Опять хороший Эваланч Опять нормально пробивает Дженерала Опять Продолжения никакого За Дженералом нет Но мы видим то что Бейна уже Потеряли Тим Спирит Да ну и могут быть Проблемы сейчас у Свена Нет Свен тут выживает Вич Доктор Воюет пока еще И с Автерлайфом Или тут у них Свои цели Да судя по всему Тут у них Свои цели Ну и тени Элегантным прыжочком И элегантной Тычечкой Завершает жизнь Верочки И тут еще Один элегантный прыжок И еще один Не менее Элегантный Моржовий удар Приводит К Гибели Свена И вот теперь Все становится Намного интереснее Потому что Во первых По крипам Ребята Становятся Чуть более По крипам По деньгам Ребята Чуть более Укрепленные Во вторых Рошана Они еще забирают То бишь Деньжич Там просто Немерено Ну и естественно Эгида Немаловажная Также присутствует И есть Shadow Blade У Тини Настолько ли Сильно он тут нужен Этот Shadow Blade Вроде как Вырубать Кого-то особо Тут нечем Если это будет Silver Age В дальнейшем Ну а что еще Остается Да больше Ничего Так все Я вернулся Не обращайте Внимание У нас тут General Заходит В своем Shadow Blade Может найти Сейчас Айсберга Кажется Не увидел Вот он увидел Бэйна Он увидел Бэйна Но рисковать Не стал Ну а что Остается Сейчас Элемент Элемент Остается Сейчас Просто Немного Еще Пофармить Хотя Нет Нет Фармить Реально Отказано С вот этим Тини Тут ты Либо Сейчас Всех Поубивал Либо В дальнейшем Тебя Поубивает Свены Думы Прочая Нечисть Просто потому Что Герои Очень сильные Вновь Мы Сталкиваемся С такой Ситуацией Когда Просто Сильнее Герои Да Ну и вот Она Еще одна Вышка Наконец-то Не прошло Полгода Как получилось Ее забрать Сами Team Spirit Толком-то Вра Еще не Забирали Они Сумели Снести Только вышку На нижней стороне Сейчас еще В миде Крепы ковыряют Но я почти уверен Что кто-то придет Защитить здание Так И Бэйн В поисках Вражеских Обсерверов Пока Безуспешно Потому что Что правильно Потому что Их просто нет У команды Элементс Так Ну и тут Кажется Сейчас будет встреча У нас на Эльбе Габлак Должен был Увидеть Дженерала Смотрим 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 Мигают На ВР Которая пытается Убежать Тинни Насыпал Подбросил Еще пару Плюшек Да Еще и Дум Потратили в итоге На Дженерала Он пытается Забрать Виндрейнджер Но у него Ничего не получается Дум Вернее Глобал Потрачен Тинни Потрачен Там потрачен Был только Дум Но Не знаю Мне кажется Что Санс в этом плане Может быть более Геймчейнджерным Так Тут нашли Дазля Ну и кстати Действительно Родов Атос И Аганим Также появляется У Виндрейнджер Тоже достаточно Ранний Аганим Не сказал бы Что прям Прям совсем Пипецки Какой ранний Но и Не со слишком Большим отставанием До изъятия гиды Всего-то 2 минутки Ну что Тусик Готов Нападать Нет Пока не готов Нападать Пока Пока В крипов Только нападал Ну и что Будет ли Пуш Один из последних Возможно Даже самый последний Ну я бы не сказал Что намного Сильнее Сейчас Элементс Все-таки У Тим Спирит Есть чем там Отбиваться И вот эти Свены с блинками Кстати-кстати Свен с блинком Это очень сильно Потому что Верка вот Например Сейчас встроет Дум правда Может еще Не не Дум Точнее Ладно Не обращайте внимания Дум Я думал Возможно Пойдет врываться И И хоть как-то Разрулить ситуацию Дум Вообще Сейчас Находится На нижней линии И вот До сих пор Еще нет Телепорт Конечно У него Есть В наличии Но Судя по всему Он не слишком Хочет сейчас Еще и лететь На базу Оно-то и правильно Пока тебе не особо Ломают базу На базе И делать нечего Просто нечего Так У нас тут хорошо Может сейчас Габлака Закинуть Габлака Убиваю Также запрыгиваю Туда еще И Рамзес Ну и Пуджик Ой Пуджик Какой еще Пуджик Тинек Драться пойдет Нет Тинек Драться не пошел С этими Пуджиками Бесконечными В пабе Уже Просто не мерещится Повсюду Уже Свен еле живой 22 хп А Свен Угомонись Просто пойди Куда-нибудь Ну тут Минус Солидан Вышку Кстати Толком Так и не побили И Это говорит нам О чем Правильно О том Что Скорее всего Сейчас Будет Контратака Должна быть Сейчас Тим Спирит Так Венри Циальность Росродов Атос 61% Без него 46% Нет Артефакт Вообще Неплохой То есть Он дает Большое количество Хп Дает Хорошее Замедление С недавних пор Он еще И Эккураси По этой цели Поднимает Ну это реально Прикольный Артефакт Вообще На Сайленсер Он Это самое то Так Кто там У нас Поднимает Все эти Рунки Постоянно Остается Остается С каждым Мгновением Все меньше Друзья Не знаю Что со мной Происходит Но Я Что-то Совсем В мясах Хрип Гвардиан Грифс Теперь еще И на тусике Теперь Всем вот этим ОЕшным уроном Будет еще Тяжелее пробивать Тот же Молоток Свен Какой-нибудь Пауэршот Виндрейнджер Будет достаточно Быстро Прокомпенсироваться Если посмотреть Если посмотреть На все Те же Графики Мы Понимаем То Что Ведет Команда Элемент Весьма Неплохую Сумму В процентном Соотношении Это конечно Выглядит Уже не так Страшно Как Там не знаю Десять тысяч На двенадцатой Минуте Но С другой стороны Такой показатель Тоже Уже неплох Дум пока мы видим Занимает Чужие леса Его там даже Возможно Сейчас найдут Если Тинни Шаду Блейдж Магнет Могут даже Свена найти Это кстати Может быть Интересный Маневр Если вдруг Найдут Свена Вот он Тинни Нападает Гонится За Свеном Но Не знаю Какая-то фигня Получилась А вот У Дума Может не Получиться Отсюда уйти Потому что У Дума Даггера-то нет У него Правда Есть БКБ Он его Не нажимает Прежде чем Делать Тепаут Вот Нажимает Только сейчас Но Сейчас Уже Поздно Хотя Опять же Тусики Со своими Валрус-панчами Все равно Вряд ли бы дали улететь Ну и последний Тир-2 Перед заходом На ХГ Вернее Перед дракой На Рошане Да Потому что До следующего Рошана Остается всего лишь Одна минута То есть Забирается Вышка Забирается Рошан Еще бы По-хорошему Купить Большой Покован Центрей Либо Гем Для того Чтобы Вот это Все Задивардить И Соответственно Провести нормальный Замес на Рошане Для команды Элементс Ну и Собственно Это позволит им Победить Скорее всего В этой игре Так Пошел Глобал Глобал Причем Какой-то непонятный Потому что Тинни толком Чуть успел сделать Собственно Так же Как и Свен Свен Забирают Еще немного Плюшечек И улетают Обои Два Вот так Вот Ну Хотя бы Получилось У Элементс Забрать Самого страшного Да Ну а что делать Team Spirit Такой Ситуации Давайте-ка Подумаем Что бы Они могли Предпринять Формить Это естественно Без Денег На новые Артефакты Тут В принципе Делать нечего Но Что за новые Артефакты Есть ли вообще Какие-то Возможные Ауты С этими Самыми Новыми Артефактами Но если Сейчас ВР умрет То наверное Нет Да Вот забрасывают ВР подальше Должен быть Волшебный Пеналь Где-то Ну и Идет у нас Тут Дум Атаковать Его так же Бросают Совсем Скоро Закончится БКБ Возможно Туск Пойдет Нас дальше В атаку Или Да Но уходит Глимер Глимер Кстати Не подсветили Но подсветили То что Вичдоктор Подсветили И да Вичдоктор У нас Куклился А также Пытается Сейчас Рамзес Добить еще Хотя бы Саленсера Саленсер Не успел Спуститься Со ступенек Ловит Молоток Кидает Родов Атос Ну и Тут Идет Дахил И это Минус Три Это Такой себе Камбэк От Тим Спирит Ну наконец Хоть какая-то Интрига Возвращается Наконец-то Мы можем посмотреть Затем как Не только одна команда Месит другую Но еще и Вторые умудряются Ответить Да Потому что С 7500 Преимуществ Аптентворсу Сейчас у Элемент Останется Совсем 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 Мало Я смотрю там Тинни Что-то на базе Трется А он вышку забрал Окей Так Тут тоже пошли У нас Грейдженные ботинки Так У Оракла Мы видим Транквильчики И Арканбудсы У Байновича Ну Да Байновичу пригодится Все-таки Арканбудс Потому что Больше ни у кого В команде Нет Аманов Заливать кому-то Надо Да Ну вот Эверка Тоже потихонечку Добирается К более-менее Внятным артефактам БКБ у Свена Вот А что теперь делать БКБ у Свена Давайте-ка подумаем Мне кажется Что вариантов Остается Все меньше-меньше С нажатием БКБ Урон перестают Наносить практически все То есть Остается еще Какой-нибудь Условный Тинни Но Не знаю Ладно Поглядим Да вот Честно смотрю Идет обсуждение Того Какие возможные Будут инвайты На грядущий мажор И Мол Последний слот Рассмотреть Между CDC И Ликвидами Кто бы мог Получить Не знаю Отдадут Какому-нибудь Скринскваду И Кто его знает Регенерация На Продолжаю я Немножко отвлекаться Извините Что-то самочувствие Действительно Совсем подкачало Как-то Совсем себя странно Ощущаю Надо бы поправить его Как только игра Закончится А тут должна быть Шутка про алкоголь Да Но в итоге Команды Как видите Вообще ничего не делают Просто остаются На своих местах Теперь уже Спирит Чуть-чуть Перешли В этап агрессии То есть Перемещаются уже Кучками Понимают То что у них и гида То что их вроде как Больше Они могут нормально Подраться Ну вот Верка спешит Свою гиду Разменивать Окей Здесь кто-то уже подошел Здесь не только-только Идет к линии Где Можно будет поломать Тауэр Ну хотя Вышку ломает Он весьма уверенно Поэтому Просто улетает Айсберг Улетает сюда еще И Автерлайф Через 2 минуты Пропадет гида Но ее по-прежнему Спирит С ней ничего не смогли Придумать По-прежнему Верка бегает С этим медаленчиком И ничего интересного Не происходит Так кто-то у нас Подфармливает А это тени Сплитпушище тени Мой любимый Подвид теников Что тут у нас По XP По XP 4 тысячи В пользу Спирит И в районе Где-то Таком же По Нетворсу Так Ну что Спирит Настолько ли себя Чувствует уверенными Что прямо сейчас Могут пойти Или все же Нужно еще Добрать пару слотов Вообще Я бы добрал на сегодня Во-первых 16 уровень Совершенно Понятное явление Во-вторых Возможно бы Кристалли стоило Приобрести Потому что Свен с этими Двумя факторами Становится просто Невероятно сильным Бойцом Ну а так Просто кусочек Бегает бьет Там тебя по Три сотки Не слишком страшно Как по мне Не ну был бы я На месте Вич Доктора Я бы конечно Там ляхи обделал Но В более масштабных Планах Не Не знаю Нажмем дабл клик На тени Посмотрим К чему это приведет Приведет к тому Что сразу же Активируется смоук И Смоук Я так понял Да Просто видели Где вообще Сейчас находится Спирит Да И гида уже пропала И идут как раз таки Драться Дженерал Должен заходить Должен заходить С прыжка Он ну Заходишь ты Вот он заходит С прыжка Наваливает сразу же Айсберг Пытается отсюда убежать Окей Глобал пошел Тут же Дезвард Дезвард Очень больно Расстреливает Свена Свен очень плохо Отсюда ушел Так еще одно вкатывание Байнович Байнович Еще одну плюху получить Так там Свен Пытается резать Хорошо Со сплыша Наваливает Есть минус один Будет еще Минус два Свену бы еще До кого-то добежать И есть возможность Добежать мне кажется Потому что Салансер очень сильно Сейчас заторможен Но тут Тинни Подставляется Тинни Спасает своего тиммейта Но какой ценой Возможно придется Пожертвовать Своей собственно Да 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 Так и есть Минус четыре И теперь уже Совсем Совсем резко Врываются в эту игру Спириты Которые После весьма Унылого начала Ничего толком Не показывали Но вот как только У Свена Начали появляться Слоты Сразу Дела пошли в гору И Свен Уже потихоньку Добирается До топ-1 Места По Нетворсу Во-первых Он обогнал Уже всех Из команды Элементс Хотя не так давно Ситуация была Ровно противоположная Во-вторых Он еще и своих пацанов Сейчас будет догонять Но это минус линия Самая халявная Минус линия Причем У самих Спирит по-прежнему Еще все стоит Так Что у нас там по графикам Как изменилось Я думаю Что Все должно Радикально Было поменяться Так и есть С Семи с половиной тысяч Ушли у нас графики В минус там Две с половиной А то и в минус Пять По Отношению К Элементс Да-да-да Вот вы видите Шесть Шесть косарей Примерно там Шесть с половиной Косарей ведет Сейчас Сторона Дайер Денег Ну и экспы Там тоже в районе Десятки Теперь надо уже Элементс Что-то соображать Нельзя сидеть на месте Нельзя просто Ничего не делать Потому что враг Вроде как понял Что с вами нужно Провернуть Чтобы победить Теперь ваша очередь Понимать Воу-воу Мышка-мышка Остановись Так что Очередной смог Или Пока еще отказано Да Пока еще ничего интересного Не происходит Пока просто сидят на базе У нас Ребятушки Ну Куда вы идете Блин Какая же Интересная игра Какая же Интересная игра Как же Они играют Блин Можно я пойду Посплю Ребят Ну хоть чуть-чуть Ну пожалуйста Ну вот Наконец-то Хотя бы одни сорвались Использовали Смоук Выходят Со своей базы И Что На базу к врагу пойдут Или все-таки Рошана будут еще ждать Ну конечно Самым сейвовым вариантом Было бы дождаться Рошана Но Кому нужна Эта сейвовость Конечно решающая Пятая карта Не хотелось бы Ее залить Совершенно случайно Поэтому все будут Сейчас играть Совсем сейвово Да Рошан появляется Через 35 секунд Ну вот потихоньку Потихоньку Только Элементы выбираются Со своей базы Вообще Не знают Куда им деваться Вроде Не совсем Они понимают Сейчас Что нужно делать С этим Свеном А Все очень просто Нужно иметь Хоть какой-то Более-менее Внятный контроль Которого К сожалению Пока что У Элементс Нет Ну Типа есть Хекс И На этом Все Да пока Да Ну и легчайший Естественно Рошан Сейчас Для Тим Спирит Не успевает Вообще Никак На это Отреагировать Элементс И Становится Немножечко Жалко Потому что За ними Сейчас Придут И Как им Отбиваться Я не знаю Какое-то чудо Должно Произойти Чтоб Свен там Варкрая Не понажимал Вообще Ничего Не понажимал Просто Зашел бы Умер Там Четыре Раза Ну Тут Тоже Показнатная Засада Устраивается Абсолютно Беспалевная Естественно Блин Какая же Интересная Игра Как же Круто Смотреть За ней 26 Украденного Интеллекта Уже Или данным Да Конечно В большом Количестве Боев Поучаствовал Ничего Не скажешь Другой Блин Блин Классно Можно вот так просто сделать и посмотреть как долго команда сидит у себя на базе Абсолютно Абсолютно Одну сторону Одну сторону скорее всего переключится Сейчас еще и на другую на их месте наверное стоило бы именно так поступить Не затягивать еще эту игру И просто пойти поломать всю базу Как только кто-то вообще хотя бы близко сюда подойдет Просто сразу кидать у него все что есть Это пока только минус Эгида Кине Не получилось связать с Крипчиком Но в принципе неплохо Да Тут еще молоточек вдвоих Пытается Свет резать Нажимает БКБ уже в тот момент Когда поймал первый заряд от Каски Но две стороны уже успели Спилить Тим Спирит Потому что они не хотят останавливать Вич Доктор пришел Опять же с Дезвардом Но он получает просто одну плюху И вторую плюху И ГГ ВП Вот так вот легко В итоге расправились Тим Спирит Ну спасибо Свену наверное за это Дум тоже неплохо себя продемонстрировал Но вот опять мы видим то что Оракл Не всегда может Нормально сыграть Не всегда он подходящий Планетам Пика И видим то что Свен Свен очень сильно Понабивал физиономии 737 мы видим Дум тоже хорошо себя показал В принципе Себя хорошо показали Тим Спирит Собственно их мы и поздравляем Они квалифицировались на МДЛ Из европейского дивизиона Можем Посмотреть пока С чего все начиналось На кого они попали Они попали изначально на Team Alternate Выиграли их 2-1 Потом в Virtus.pro 2-1 Потом вот ровно эти же Элементы с Pro Gaming Тоже 2-1 Ну и в финале В гранд финале Обыгрались еще там 3-2 Тоже весьма напряженная была встреча Но я уже говорил про напряженность Все это просто то что В одну калитку проходили все матчи Ну просто калитки Отличались друг от друга С периодичностью в одну карту Все остальное было идентичное Не знаю Пока как-то все Совсем скучно Не нащупали еще игроки Вот какую-то мету Какое-то исполнение Просто берутся рандомные персонажи Они что-то делают Нажимают какие-то кнопки Выигрывают или не выигрывают Вообще никого не волнует Ну ладно Не будем пока Про плохое В общем всем Спасибо за то что вы были сегодня со мной С вами работал Каспер Сегодня немного уставший Немного приболевший Вы слышите Вы видите Извините Если я вас немного подвел Очень буду стараться в следующий раз И всем спасибо До скорых встреч По ту сторону сетевого кабеля Пока Субтитры сделал DimaTorzok